Всем привет! Я нахожусь на берегу Рыбинского водохранилища. У меня наконец-то дошли руки, чтобы рассказать вам о замечательной передней сумке. Но рассказать не просто так. Вот я ее там взял, посмотрел и все. Сейчас это третий поход для этого баула переднего. И можно уже сказать, что в нем хорошо, что в нем плохо, а что... А что-что. Давайте я расскажу поподробнее. Это передний контактный баул для перевозки вещей. Изначально он, в принципе, создан под байкпекинг. Если мы посмотрим на велосипед в целом, да, то мы увидим здесь еще в раме сумочку. И задний баул. Ну, он сейчас полупустой, поэтому выглядит неказисто. Но сейчас рассказ вот и об этой, и об этой сумочке есть обзоры. Ссылки в описании. Перейдем к передней сумке. Она состоит из двух частей. Первая часть – это вот этот карман. Он отсоединяется полностью. Нижняя часть его на липучке. И верхняя на фастексах. То есть отстегнули, отлепили, при необходимости убрали. Очень удобный карман для того, что вам нужно в быстром доступе. Как вы понимаете, эта ткань полностью не защищает от воды. Ну, как полностью? Мелкий дождик недолго она выдержит. То есть, если вы туда кладете вещи и попадаете в воду, будьте уверены, они намокнут. Поэтому важную электронику, которую нельзя мочить, хранить там нельзя. А вот, например, в моем случае здесь хранятся фары и навигатор Garmin. То есть в свободном доступе, удобно, быстро, не нужно даже останавливаться при определенном навыке. Либо также здесь можно хранить перекус, туалетную бумагу в чехле, в пакетике. И еще что-то, что требует быстрого доступа при необходимости. Например, велобахила. Отличный вариант. Опять же, здесь светотражающая полоса, поэтому вас будет видно всегда. Ну, а не нужно убрали. На конструкцию это никак не влияет. И без нее она смотрится не ужасно, как ряд других конструкций. О самом бауле. Он также крепится на фастексах, которые просто накидываются на руль. И с торца у него фастекс и липучка с обоих торцев. Это большой плюс. То есть с любой стороны вы можете достать вещи. Я вожу здесь палатку. Сейчас я расскажу немножечко о внутреннем убранстве. Что здесь не очень хорошо сделано. Единственный недостаток, на мой взгляд, в этом бауле. А, в комплекте у него также идут... Вот есть специальные ушки, чтобы можно было его переносить на ремне. Ремень идет в комплекте, но я его то ли посеял, то ли не взял. Но, в принципе, в этой поездке он мне не нужен. А по поводу недостатка... А мне придется снять, чтобы продемонстрировать. Вот она, обратная часть, которая касается велосипедов. И обращаю внимание, здесь есть специальные стропы. Пришита стропа с кармашками, чтобы вы могли зафиксировать, например, либо на выносе, либо на стакане, чтобы у вас все нормально держалось. Учитывая, что вы будете поворачивать, а баул крепится на руль, то не на стакане, а на выносе. И вот эта вот деталь за счет швов трет вот здесь спереди рулевой стакан. И вот даже если посмотреть... Можешь прям совсем близко подвести. Вот они, особенно вот эта серая полоса, которой сделала эта сумка. То есть вы, когда поворачиваете руль, у вас сумка, получается, все время трется об это место. Это вот если бы не было здесь... Если бы вот этой стропы не было, таких бы царапин на велосипеде не было. Поэтому заранее, как говорится, я не знал, на себе экспериментирую. Заранее чем-то заклеивайте рулевой стакан, иначе он будет просто вдрызг ушатым. Ну, реально это единственный недостаток, который я смог у этого баула найти. Здесь спокойно помещается двухместная палатка. Что зимняя, что летняя. У меня здесь ездил и Red Fox Challenger, и сейчас нова тур Айпетри. И силиконовая трешка, не помню, по-моему, мамутовская. Вот без проблем. Четверка уже не впихнется вот ни при каких обстоятельствах. Хотя, если это однослойная силиконка, может и можно. Вот. Ну, палатка это палатка, это неинтересно. А вот внутреннее убранство интересное. Она сделана вот трубой. Оп. И внутри у нее нашита ткань дополнительная, которая является политофетой с пропиткой от воды. То есть, по сути, внутрь этого тубуса, назовем его тубусом, вшит еще гермочехол. Да, он, конечно, если вы туда запихнете палатку с лужицами воды, он в итоге промокнет. Но чисто технически он не даст особо не намокнуть тому, что внутри, в случае там маленького дождя. Если вы еще будете регулярно верхнюю ткань, это кордура, обрабатывать специально волготалкивающей пропиткой, у вас будет даже приличный дождь держать. То есть, особо заботиться о том, чтобы сохранить вещи там от воды, еще какие-то гермы вам не нужны. Но, опять же, чтобы у вас не проливалось все, хотя в обратном порядке, то есть, чтобы здесь же нет других вещей, чтобы она не выпускала изнутри воду. Ну, не знаю, актуально ли это в принципе. По-моему, непонятно. Хуже от этого точно не будет, вот что я скажу. Чехол очень компактно складывается. При необходимости его можно полностью убрать вот в эту сумочку и носить чистую сумочку, чтобы, ну и хранить как бы. Вы можете заказать разные цвета, Кайлер шьет замечательно. По поводу швов, вот просто охрененно. Материал, швы, нитки, никаких нареканий. Вот отлично шьют, реально одни из лучших, а учитывая, что это шьется в России, российский производитель, прям вот 5 из 5 однозначно, рекомендую. Поэтому, если вам нужна хорошая сумка для перевозки палатки или каких-то вещей для байкпекинга, присмотритесь Кайлер Ателье. Реально клевая тема. Ссылочка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин